Здравствуйте! Мы продолжаем, мы сказали, что Равхиза считает, что то, что нужно для Шаббата по Торе, по закону Торе, можно готовить на Юм Тов. Но Хахамим сказали, что нужно сделать Эрув, чтобы люди не подумали, что можно готовить на Юм Тов, и Юм Тов можно готовить на будний день. Но спрашивает у нас Гамара, здесь вопрос, спрашивает Равхиза, как ты говоришь, что можно готовить на Юм Това на Шаббат? У нас был в Бетамикдаше Лехем Апаним, это хлеб для Коэнов. Когда его пекли в пятницу, потом его ставили на стол в Шаббат, на следующий Шаббат его убирали. То есть написано, говорит Бра это так, что этот Лехем Апаним когда-то едят на девятый день, когда-то на десятый, когда-то на одиннадцатый. Если испекли в Шаббат, то в пятницу, то следующий Шаббат это девять дней. Если это был Юм Тов в пятницу, то тогда пекли на день раньше, четверг, тогда Шаббат получается десятый. А если был Рошешана, что это было два дня Юм Тов в пятницу и четверг, тогда пекли в среду, и Шаббат получался одиннадцатый. Спрашивает Гамара, так как же ты говоришь, что можно печь для Шаббата на Юм Тов, если здесь написано, что нельзя. А в Бетамикдаше мы сказали, что то, что мудрецы запретили, в Бетамикдаше запрет мудрецов не действовал. Как так? Объясняет Гамара, что мудрецы разрешили в Бетамикдаше запретом мудрецов, то, что нужно на этот день, на сейчас. Но то, что разрешили потом, на следующий день, это даже по закону мудрецов в Бетамикдаше делать было нельзя. Так считает Раба Шимон Бен Гавалер. Швуд Раховка, Раба Шимон Бен Гавалер считает, что даже то, что можно потом, тоже разрешили. А Рабхиза считает, что нет. Что только в тот же день то, что можно сделать. Дальше. Другой вопрос спрашивает у него Штеа Лехем. Было Штеа Лехем на праздник Шавуот приносили два хлеба, как корбан. Кроме корбан-мусар, добавочный корбан, двух барашек на Шавуот приносили два хлеба, коэн брали и возмахали этими двумя хлебами и двумя барашками. Спрашивает. Гмара, когда пекли этот хлеб? День до Йомтова. О, мы знаем, что на Йомтову можно печь и можно варить. Почему нельзя было этот хлеб испечь на Йомтову? Гмара, э, ахашири ахэле хол нефиш адам левадо ясэрахэм. Тора говорит, что только то, что нужно кушать для человека, это можно делать на Йомтову. А этот хлеб пекли для кого? Для Всевышнего. Поэтому в Йомтову нельзя было его печь. Для человека можно печь, а для Всевышнего нет. Раба говорит, что написано в Тории. В Йомтову можно печь и варить для вас, для вас, но не для Гоя. Поэтому если к человеку пришел Гоя в гости на Йомтов, он имеет право для него чай поставить. Только для него. Может поставить для себя и вместе с ним выпить. Отсюда мы учим, что в Йомтову можно варить только ле цорет нефиш. Дальше говорит Гмара. Раба сказал, что мы что говорим человеку, который покушал трапезу на Шаббат, на Йомтову, и потом хочет испечь еще хлеб. Имеет право или нет? Раба говорит, имеет право. Почему мы говорим, возможно, к нему придут голодные гости, и он их накормит? Раба говорит, нет, нет такого правила, возможно. Спрашивают у раба, как ты говоришь, что возможно, что есть такое правило. Или беременна. Написано, Брайта говорит так, человек может в Йомтову пропахать одну грядку и нарушить 8 запретов. Один из запретов там, что есть хоро, что ли, копать песок. Спрашивают его, как ты говоришь, что нельзя. Копать песок, я могу в Йомтову зарезать курицу и покрыть с ним кисуидом. То есть здесь мы учим закон, что человек, который зарезал птицу или зарезал диких животных, должен сделать кисуидом с песком, покрыть его кровью. Раба объясняет, в конце концов, что там, где он вспахал, это была влажная глина. Ее для кисуидом нельзя использовать, она слишком мокрая, но сеять там можно. Другой вопрос, к нему спросили, тоже сеять в Йомтов? Не в Йомтову. Имеется в виду, когда ты вспахал, что сеять на мокрой глине можно, а для кисуидом она не подходит. Дальше. Спросила дальше, брат говорит, написано так, Машель гди гида наше. Человек, который взял гида наше, седалищий нерв, сварил его в молоке, в Йомтову и съел, нарушил пять запретов. Что он взял? Гида наше, который нельзя кушать, вену сзади. Он говорит, зараз нарушил пять запретов. Спрашивает мара, один из этих запретов там, это что? Это разжигать огонь. Рабат говорит, что может к мне гости придут, а если он зажег огонь, он может использовать для того, чтобы печь. Почему он нарушил пять? Должно, что он нарушил четыре. Запрет разжигать огонь он не нарушил. Объясняет гида наше, в конце концов, что это мукце. Он использовал деревья, которые мукце. Сначала гида подумал, что мукце это запрет по торе, посвященный в бета-мигдаш. Этого ему нельзя было сжигать. Или, что это были доски, которые он не отделил для йомтова. Написано в Аширхэм. Или доски, мара заключает на том, что эти были доски и палки для бета-мигдаша, поэтому он не имел права сжигать на йомтову. На этом мы закончили. Сорок седьмой литр шактата Псахим Маруха Данайлабра.